Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Лучков. Сегодня я буду рассказывать вам про замечательный флагманский планшет компании Lenovo. Я расположился на удобном высокотехнологичном пуфике и рекомендую вам тоже расположиться поудобнее, чтобы с комфортом досмотреть это видео до конца. Поехали! Но прежде чем начать этот видеообзор, я хочу обратиться к каждому из вас и провести маленькое голосование. Мне очень интересно, сколько людей в 2017 году пользуются планшетами. Вот здесь всплывет голосование, обязательно отметить в нем, и мы посмотрим на статистику. Итак, под наше пристальное внимание попал, можно сказать, флагманский планшет компании Lenovo. Это Yoga Tab 3+. Все знают наверняка, что такое планшеты Lenovo Yoga. Почему они называются Yoga? Потому что у них уникальная конструкция в виде специального цилиндрического шарнира в основании планшета, который позволяет держать его в абсолютно разных позициях и с удобством использовать. Когда-то давно, если вы помните, была рекламная акция, что в разработке дизайна Yoga именно планшетов участвовал знаменитый актер Эштон Кучер. Аштон Катчер, как его только не называют, но тот самый молодой красивый парнишка, который был якобы у основ дизайна этого устройства. Все так и сохранилось. Это устройство действительно уникальное в своем форфакторе. Многие китайские компании пытались повторить дизайн этого планшета. Ни у кого ничего не вышло, а Lenovo продолжает делать крутые планшеты. Начнем мы с распаковки. Сразу же, что хочу отметить, Lenovo уделяет много внимания упаковке своих устройств, особенно линейки Yoga. Здесь очень симпатичная коробка. И даже картон сверху, он такой вот, знаете, приятный, чем-то похож на кожу. Здесь специальная структура. Открываем и смотрим, что у нас внутри. Внутри у нас сам планшет. Планшет, и как-то его нужно аккуратненько вытащить, чтобы ничего не произошло с ним. Вот в такой упаковке. Вот, как я уже говорил, цилиндрическая форма. Дальше документация, бумажки и гарантия. И отдельный отсек, в котором лежит блок зарядки. И также кабель. И в этом случае это Type-C, USB Type-C, что действительно круто и в ногу со временем. Больше, в принципе, ничего здесь нет, да и зачем что-то еще лишнее. Это как будто планшет из будущего, хотя линейка Yoga выпускается уже не первый год. Каждый раз, когда берешь его в руки, удивляешься эргономике и удобству. Использовать его можно по-разному, мы чуть позже покажем, как это делается. А сейчас мы пройдемся по его внешнему виду. И сразу хочу сказать, что эта модель, это настоящий мультимедийный монстр. Удобная цилиндрическая подставка внизу устройства позволяет его использовать в четырех вариантах. В руках, вертикально или горизонтально на столе. А также его можно повесить на крючок. На лицевой панели нет физических кнопок, только дисплей и фронтальная камера на 5 Мп. Под экраном элегантная решетка динамиков. Задняя крышка у этого планшета стилизована под кожу, содержит логотип и 13-мегапиксельную камеру. Внизу у нас находится большая кнопка, которая и открывает ту металлическую ножку, делающую устройство универсальным. Открыв подставку, можно найти слот для карт памяти и сим-карты. На левом торце находится кнопка включения, регулятор громкости и разъем USB Type-C. На правом миниджек. Вы можете посмеяться и сказать, да кто же будет подвешивать за вот этот крючок планшет. А я знаю, кто будет подвешивать. У моей мамы есть планшет Yoga прошлого поколения. Она постоянно им пользуется и подвешивает его на крючок возле своих различных кухонных принадлежностей на кухне, когда готовят пищу. А здесь у нее рецепты. Это очень удобно. Более того, для тех, кто постоянно путешествует в автобусах, электричках, либо же самолете, это тоже выход. Экран является отличительной особенностью этого планшета. Здесь стоит 10-дюймовый дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей. И сделан он по технологии, конечно же, IPS. На таком экране изображение всегда будет ярким и четким. К экрану вообще нет никаких придирок. Он действительно топовый. Несмотря на большой размер, сам девайс очень удобно ложится в руки благодаря шарниру, который равномерно распределяет вес. А общий вес планшета составляет 637 грамм. Несмотря на всю техническую навороченность этой модели, самое интересное в ней то, что этим планшетом и этим форм-фактором удобно совершать абсолютно обыденные задачи. Несложные задачи. К примеру, чтение книг. Вы спокойно обхватываете его вот так рукой и можете часами напролет читать книгу. Можете перейдеть и сделать это правой рукой, как вам удобно. Печатать тоже удобно, потому что формируется, так сказать, подставка. И у вас планшет превращается просто в виртуальную клавиатуру с наклоном. Это тоже очень клево. Конечно же, этот шарнир может вызвать массу вопросов у людей, которые постоянно гонятся за тонкостью устройств. Но поверьте мне, в этом случае плюсы перекрывают все недостатки. С точки зрения производительности, в этой модели Lenovo сделала все просто максимально правильно. Смотрите сами. Здесь стоит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 652. Это очень удачный и энергоэффективный процессор. Графический ускоритель здесь Adreno 510 и 3 гигабайта оперативной памяти класса LPDDR3. Под пользовательский контент здесь доступно 32 гигабайта встроенной памяти с возможностью расширения карты памяти microSD. Из коробки девайс работает на Android 6-го поколения Marshmallow. Но об обновлении до актуальной версии переживать не стоит производитель щедр на апдейты. Как я уже говорил, в этом устройстве используется очень хороший процессор Snapdragon 652, который сочетает в себе идеальное соотношение цены и производительности. И сейчас мы с вами в этом убедимся, запустив тест Antutu. 63 487 баллов. Результат может быть плавающий, когда-то больше, когда-то меньше. Но какой из этого стоит сделать вывод? Процессор Snapdragon 652 способен потянуть на своих плечах абсолютно любые задачи. Будь то какие-то большие видео в больших контейнерах, да, МКВ, там 4К, Full HD, либо же больше, чем Full HD. Любые игры даже будут в нем спокойно играть, да, где-то графика будет поменьше. Но спокойно на этом планшете вы сможете делать абсолютно что угодно. Естественно, для плодотворной работы здесь есть поддержка всех основных беспроводных стандартов. Это Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Один из важных аспектов при просмотре видео и прослушивании музыки на этом планшете является качественный и громкий звук. За него отвечают 4 динамика на лицевой панели от известной JBL, поддерживающей к тому же технологию Dolby Atmos 3D, эмулирующую объемный звук. Динамики этого планшета направлены прямо вам в лицо, и я не могу передать тех ощущений, когда вы просматриваете какой-нибудь клип, либо же смотрите фильм, либо просто слушаете музыку. Звук потрясающий. Время автономной работы, естественно, очень важный параметр для любого планшета. У этой модели стоит аккумулятор на 9300 мАч, и, к моему удивлению, от USB Type-C он заряжается с 0 до 100 за 2 часа. Что касается времени автономной работы, то при обычном режиме использования 18, а то и 20 часов работы. При хорошенькой такой нагрузке при просмотре видео 10-12 часов – это очень классный показатель. Lenovo Yoga Tab 3 Plus – это очень стильный, достаточно быстрый, невероятно громкий, а самое главное, действительно удобный планшет. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и самое главное, не забывайте участвовать в наших опросах. Это очень важно для нас, да и для вас тоже. С вами был Иван Лучков на канале АЛОД. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...